Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Выбрать оперативную память в 2020 году очень непросто, поэтому я решил рассказать вам о главных нюансах, связанных с выбором АЗУ. В этом ролике я вам расскажу, как выбрать оперативную память для Intel и Ryzen и сделаю подборку самых достойных планок под разные процессоры. Ну а перед тем, как мы встанем на путь выбора оперативной памяти, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А купить планки из этого видео вы сможете прямиком по ссылкам в описании. Кстати, для большего удобства я решил перенести ссылки именно в описании, так что отныне вы сможете найти их там. А в закрепленном комментарии я теперь буду оставлять полезную информацию, которая может появиться со временем. Ну и начать я хочу с выбора оперативной памяти для процессоров Intel. Думаю, вы уже знаете, что H и B чипсет не умеют гнать оперативную память, так что смысла переплачивать за большую частоту попросту нет. Если вы подбираете оперативную память для i3-9100, то вам необходимо искать 2400 МГц с самыми низкими таймингами. Если вы выбираете АЗУ для процессора i5-9400F и всех процессоров старше него вплоть до i5-10600K, то вам необходимо искать планки с частотой 2666 МГц и также с самыми маленькими таймингами. А если вы выбираете оперативную память для i7-10700 или i9-10900, то вам нужны планки на 2933 МГц. Но так как такие планки очень тяжело найти, то стоит взять планки на 3000 МГц с самыми маленькими таймингами. Но такой выбор оперативной памяти актуален только для сборки на B и H чипсете. Для Z чипсета можно брать абсолютно любые планки с адекватной частотой и таймингами. В целом, как и для райзена. Однако всегда можно вставить даже в H чипсет память с большей частотой. Просто она снизится до максимально возможной для вашего процессора. Но если у интела выбор АЗУ зависит от материнской платы, то у райзена зависит больше от процессора. Но и материнская плата должна поддерживать частоту, которую вы хотите поставить. Если вы выбираете оперативную память для первого поколения Zen, например для Ryzen 5 1600, то идеальным вариантом будет взять планки на 3200 или 3400 МГц. А выше этой частоты ваш процессор только потеряет в производительности. Для архитектуры Zen Plus лучше брать планки на 3400 или 3600 МГц, так как выше этих частот вы также потеряете в производительности. А вот для новеньких Ryzen 3000 можно смело ставить планки на 3600 или 3800 МГц. Как правило, большинство камней на Zen 2 нормально переваривают 3800, но в редких случаях вам придется немного скинуть частоту. Но эти значения не означают, что вы не можете поставить 3200 МГц к любому райзену. Тут больше стоит вопрос, собираетесь ли вы разгонять оперативную память. Если вы хотите получить максимальную производительность, например от Ryzen 5 3600, но вы 100% не будете заниматься разгоном, то нет смысла смотреть на самые удачные планки для разгона. Для вас идеальным вариантом будет взять память с XMP профилем на 3600 или 3800 МГц, с самыми маленькими таймингами. Но если вы собираетесь заниматься разгоном, то можно сэкономить и не заплатить за планки с большой частотой. И взять какие-нибудь удачные планки на 3200 МГц и разогнать их руками до частот, где райзены показывают самую лучшую производительность. Главное помните, если вы не собираетесь гнать, то для вас приоритеты частота и низкие тайминги. А если будете гнать, то вам нужны именно удачные планки. Но о них поговорим чуть позже. А пока давайте посмотрим на самые удачные планки для Intel. Но если вас интересует только AMD, то вы легко можете перемотать эту часть видео. И давайте начнем с планок для H и B чипсета. Если вы берете оперативную память для какого-то i3-900, то идеальным вариантом для вас будет кит планок Corsair Vengeance на 2400 МГц. Эти планки работают на очень неплохих таймингах CL14 и будут идеальным решением на такой частоте. Но если вы хотите немного сэкономить, то можно взять Ballistics на 2400 МГц, но с таймингами CL16. Для более старших процессоров на этих чипсетах идеальным вариантом будет взять Patriot Viper RGB, так как она из коробки имеет 2666 МГц при таймингах CL15. Но так как это весьма не дешевый вариант, то лучше присмотреться к Ballistics с таймингами CL16. И при желании попытаться снизить тайминги. А если вы собираетесь поставить i7-10700 или i9-10900 в материнку на B чипсете, то идеально будет взять Ballistics с подсветкой на 3000 МГц и очень неплохими таймингами CL15. А при желании также попробовать их скинуть. Но все эти планки актуально брать только для H и B чипсета. Для Z чипсета подойдет любая память, как и для процессоров AMD, к которым мы сейчас и перейдем. Но стоит упомянуть высокочастотные планки, которые не имеет смысла покупать для AMD. Например, можно взять Viper на 4400 МГц с таймингами CL19. Обычно такие планки можно завести на меньшей частоте, но хорошенько так урезать тайминги. Кстати, на Ryzen'ах можно сделать то же самое, но низкие тайминги обычно больше прироста дают именно Intel. Но не стоит исключать вариант приобретения таких планок для Ryzen'а. Для нынешнего третьего поколения их можно завести на 3800 МГц приятными таймингами. А новые Ryzen'ы, возможно, и такую частоту переварят. Ну и давайте перейдем к памяти для Ryzen'ов. Самая дешевая оперативная память под любой Ryzen' это бичевские планки от Crucial на 2666 МГц. Однако эту память логично будет брать только под разгон. Но лучше взять сразу планки хотя бы на 3200 МГц. Например, можно купить Viper на 3200 МГц с таймингами CL16. Эта память отлично подойдет под любые Ryzen'ы, а для первого поколения и вовсе это самые удачные планки. Что касается разгона, то в последнее время этих планок идут рандомные чипы. Так что при лучшем раскладе выше 3400 МГц вам вряд ли удастся выжать. А вот белые баллистиксы на 3200 МГц имеют неплохие банки от Micron и в разгоне способны брать в районе 3600 МГц и выше. Так что если вы собираетесь гнать планки, то лучше присмотреться именно к ним. Но если у вас первое поколение Ryzen'ов, то нет особого смысла переплачивать за баллистиксы и обычных Viper'ов вам будет за глаза. А вот для интеловского Z чипсета эти планки будут тоже очень неплохо смотреться. Также имеет смысл присмотреться к планкам Viper 4. У них из коробки идет 3400 МГц с таймингами CL16. А также стоят неплохие чипы от Hynix, что весьма положительно сказывается на разгоне. Кстати, хочется сказать пару слов про память от Corsair. Вообще это неплохие планки и на заявленных частотах они практически всегда работают. Но у них всегда стоят рандомные банки и разгон у них зависит от удачи. Так что я бы стал их рассматривать только в случае, если вам не нужен разгон. Также под разгон имеет смысл взять HyperX Predator на 3200 МГц. Как правило у этих плашек тоже стоят Hynix'ы, которые очень неплохо гонятся. А если вы собираетесь на втором и третьем поколении Ryzen'ов и вообще не собираетесь гнать память, то логичнее всего присмотреться к Viper'ам на 3733 МГц. Это как раз самая эффективная частота для процессоров на Zen 2. А на процессорах на Zen Plus вы легко можете ее скинуть до 3500 или 3600 МГц. В зависимости от удачности вашего камня. А любителям поиграться с таймингами можно всегда присмотреться к Viper 4 на 4000 МГц. Такую память можно взять под любое поколение Ryzen'ов и снизить ее частоту под ваш процессор. А из-за более удачной памяти вы сможете хорошенько ужать тайминги. В общем помните, если разгон не для вас, то смело берем Viper'ы на 3200 МГц под первое поколение. И Viper'ы на 3733 МГц под второе и третье. Это даст вам максимальную производительность от вашей системы. Если денег нет совсем, то берем зеленые крушалы и учимся их гнать. А если бюджет позволяет, но хочется поиграться с разгоном, то берем Ballistics'ы или Predator'ы или Viper 4. Для интелла на Z-чипсете также можно брать эти планки и гнать их ручками. Или же сразу поставить Viper 4 на 4000 МГц. Но при выборе оперативной памяти именно сейчас есть один нюанс. Если вы будете апгрейдиться на Ryzen 4000, то вам скорее всего пригодится большая частота. Поэтому имеет смысл взять с запасом Viper 4 на 4000 МГц. Или Viper'ы на 4400, которые я показывал для интелла. Также можно присмотреться к Ballistics'ам на 4000 МГц. Но по цене они явно очень кусаются. А насколько эти планки можно будет погнать на новых Ryzen'ах, пока не ясно. Ну и давайте рассмотрим планки с общим объемом в 32 ГБ. Конечно, всегда можно взять два кита по 16 ГБ, но тогда вы не сможете хорошо разогнать память. Да и по цене это будет немного дороже. Но есть один момент, который вы точно должны знать. Чем больше объем планок, тем тяжелее их разогнать. Эта формула работает как для домашнего разгона, так и для заводского. Поэтому идеальным вариантом будет взять кит белых баллистиксов. Они не сильно кусаются по цене и имеют 3200 МГц. Но какого-то дикого разгона от них ждать не стоит. Хорошо, если эти планки возьмут 3600 МГц. Это будет отличный результат для них. А если вы хотите поставить царские 3800 МГц по третье поколение Ryzen'ов, то вам придется откинуть кучу денег за баллистиксы на 4000 МГц. Также оба этих кита можно поставить под Intel на Z чипсете. Но как видите 32 Гига это довольно дорогое удовольствие. Но зато вы будете уверены, что в ближайшие лет 5, а то и больше, вам не придется докупать оперативу. В общем я постарался максимально доступно рассказать вам про выбор оперативной памяти под разные процессоры и под разные нужды. И если вам был полезен этот ролик, то обязательно поставьте ему лайк. А я хочу вам напомнить, что вы можете задать мне любой интересующий вас вопрос в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!